Нью-Йоркский политик Майкл Лонг помнит те времена, когда визит к врачу стоил 2 доллара. Визит стоил 2 доллара, а у моей мамы не было 2 долларов. Доктор сказал, не беспокойтесь, госпожа Лонг, заплатите мне, когда у вас будут деньги. А теперь посмотрите, где мы оказались сейчас и сколько стоит визит к врачу. Сегодня визит к врачу может стоить несколько сотен долларов, а пребывание в больнице – тысячи или десятки тысяч. Далеко не у всех есть такие деньги, как и медицинская страховка, полностью или частично покрывающая эти расходы. Мэр Нью-Йорка Билл Деблазио обещает в скором времени гарантировать доступ к медобслуживанию всем жителям города. Потому что никто не должен жить в страхе, никто не должен оставаться без необходимой медицинской помощи. Это право каждого человека. В нашем городе мы сделаем это реальностью. Сегодня около 600 тысяч человек в Нью-Йорке не имеют медицинской страховки. Половина из них – нелегальные мигранты. Всем им Деблазио обещает предоставить индивидуальные карты, которые позволят обращаться к врачу бесплатно. Одна из проблем американской медицины – Нью-Йорк здесь не исключение – заключается в том, что люди, не имеющие медицинской страховки, обращаются не к врачу в клинике, где им придется платить наличными, а в отделение скорой помощи, где их обязаны принять вне зависимости от иммиграционного статуса и платежеспособности. Один из тех, кому предстоит воплощать в жизнь грандиозные планы мэра Деблазио – вице-президент городской сети больниц Health and Hospitals Мэтью Сиглер. Он говорит о смене парадигмы. Очень важно перейти от лечения больных к охране здоровья. Вместо оказания экстренной помощи в госпитале мы предоставим каждому доступ к лечащему врачу, которому люди смогут доверять, и к услугам, которые позволят сохранить здоровье. План Деблазио также предполагает бесплатную госпитализацию в городские лечебные заведения и предоставление медикаментов. Мэр Нью-Йорк утверждает, что все это можно сделать за 100 миллионов долларов. Мы будем более эффективно использовать имеющиеся средства, потому что все будут покрыты, а это означает, что люди смогут сосредоточиться на превентивной медицине и не попадать в отделение скорой помощи в больницах. Деблазио считает, что в итоге такой подход приведет к экономии. Противники программы считают, что у мэра плохо с математикой. Что бы он ни говорил, расходы на здравоохранение только увеличатся. Никаких денег на этом Нью-Йорк не сэкономит. Стоимость здравоохранения вырастет. Представители мэрии обещают предоставить подробности финансирования программы позднее. Председатель консервативной партии Нью-Йорка Майкл Лонг считает, что мэр из-за своих политических амбиций намерен вновь залезть в карман налогоплательщика, чтобы обеспечить медобслуживанием 300 тысяч нелегалов. Это открытое приглашение всему миру. Приезжайте в Нью-Йорк и получайте медицинскую помощь бесплатно. Сейчас у нас лучшее здравоохранение в мире, но у нас не будет лучшего здравоохранения, если мы будем бесплатно предоставлять медицинские услуги всем, кто приедет в Нью-Йорк. На это вице-президент городской сети больниц Мэтью Сиглер отвечает лаконично. Нью-Йорк всегда славился своей щедростью и мощной системой социального страхования. Пилотная программа NYC Care, как пообещал мэр, стартует летом этого года в Бронксе, а в течение следующих двух лет охватит все остальные районы города. Михаил Гудкин, Майкл Экклс. Настоящее время. Из Нью-Йорка.